Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» и я, депутат Архангельского областного собрания Александр Дятлов. Неделю назад я поинтересовался у вас, нужно ли нам разрабатывать собственные экологические и природоохранные нормы, которые позволят соблюсти баланс интересов между природой и экономикой. Всю неделю посетители сайта информационного агентства «Двинаинформ» голосовали. И вот результаты опроса. 86% пользователей сети согласны с тем, что в России и Европе не могут существовать одинаковые подходы к охране природы, поэтому нам нужны собственные экологические стандарты. 10% проголосовавших не согласны с этим утверждением и считают, что нам необходимо поддерживаться европейских экологических стандартов. Они современные и ими пользуется весь цивилизованный мир. 4% проголосовавших не определились. Таким образом, теперь мы должны прислушаться к мнению жителей Архангельской области и задуматься над тем, чтобы разработать собственные стандарты взаимоотношений между человеком и природой. Ну а теперь к другим темам. 2016 год, к сожалению, и большой горечи стал богатым на несчастные случаи, пострадавшими в которых становились самые слабые и незащищенные члены нашего общества – дети. В разных уголках России они то и дело становились жертвами халатности взрослых, головотяпства чиновников или разбушевавшейся стихии. К большому сожалению, в этих неравносильных схватках выжатой удалось не всем. Еще не успели высохнуть слезы матерей, потерявших своих чад в Карелии. Еще не забыта трагедия в Красноборском районе, как в лентах информационных агентств и социальных сетей появилась новая шокирующая новость. В лагере Орленок под Онегой, где отдыхало 130 детей из различных районов Архангельской области, отравилось 39 детей. Немного позже Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в котором в качестве пострадавших указан 41 ребенок. Правда, чиновники и руководители лагеря, крутясь как уш на сковородке, начали спешно оправдываться, мол, это не отравление вовсе, а просто акклиматизация и последствия смены воды. Постепенно в угоду статистики снижалось и количество отравившихся, а потом в произошедшем и вовсе обвинили ребят. Мол, кто-то из детей не хотел ехать в лагерь, а когда в нем оказался, то пожаловался родителям, что у него болит живот, а медицинскую помощь ему никто не оказывает. А уж родители, мол, обратились за помощью в прокуратуру. По крайней мере, так эту историю одному из информагентств рассказал директор Аняжского дворца спорта для детей и юношества Алексей Степанов. Что ж, стремление сгладить острые углы и смягчить ситуацию весьма характерно для любого чиновника, попавшего в трудную ситуацию. Однако, замять историю не вышло. Информация дошла до федеральных информационных каналов. Да и заболевшим детям математическая эквилибристика и версия о теории заговора на пользу не пошли. 22 ребенка из Аняжского орленка все-таки оказались на больничных койках. Получается, что все эти проверки, когда люди в форме и строгих деловых костюмах, приезжали в каждый детский оздоровительный лагерь региона и серьезным видом оценивали степень его безопасности, прошли впустую. Ведь результат этой работы не в горах бумаг, стройной отчетности и красивых выводах, а в отсутствии печальных новостей, которые, как мы уже знаем, никуда не исчезли. Причем самое обидное в том, что тем, кому мы доверяем наших детей, не пугает ответственность ни за халатность, ни за предоставление некачественных услуг. Их вообще ничего не пугает на пути к получению прибыли. Так что же делать? Как сделать так, чтобы отдых наших детей в детских оздоровительных лагерях стал по-настоящему безопасным? Ответ на этот вопрос, кстати, уже имеется в действующей системе российского законодательства. Это лицензирование. Ведь детский оздоровительный лагерь – это то место, где ребята пребывают достаточно продолжительное время и порой, как показывает практика, сталкиваются с нешуточными опасностями. Так почему бы хотя бы на время, на пару-тройку лет, не ввести для детских лагерей лицензирование? Раз их руководители сами не могут наладить качество работы своих учреждений, пусть это сделает государство через строгий регламентированный отбор. И переходим к нашему вопросу. А как считаете вы? Согласен. Лицензирование сможет сделать летний отдых детей безопасным и комфортным. Я против. Это повлечет за собой сокращение числа летних оздоровительных лагерей и увеличит стоимость путевок. Не определился. Голосуйте на сайте информационного агентства «Двинаинформ», в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева и на экранах вашего телевизора вы видите адрес нашей электронной почты. До свидания и всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин